Это мерзочка. А мне кажется, если вы так дернете веревочку, смотри. Ух ты, волшебство. Видишь? И не надо ленту такие режать. Под Новый год волшебство приходит в каждый дом. Вот и у пятилетней Леры исполнилось желание. Несколько дней назад семья Маковецких узнала, что письмо, оставленное в шарике на кремлевской елке желаний, попало к губернатору Московской области. Она попросила поход в Большой театр. Она очень-очень хочет мечтать стать балериной. И решила, что, наверное, к балерине надо научиться и музыке, поэтому решила, что ей нужен синтезатор. Придется всерьез задуматься о том, чтобы привлекать педагога, для того, чтобы ее готовили, потому что раз есть интерес, надо поддерживать. Вручить подарки приехал глава округа Дмитрий Волошин. Поздравил с наступающим Новым годом и даже порекомендовал представление в Большом театре. Хорошего праздника. А на чулкунчики были вообще в Большом театре? Нет, нет. Знаете, это уникальное представление, уникальное. И оно традиционное. Еще в начале прошлого века, когда был построен трополь, гостиница, была такая традиция ходить на этот балет. Кроме музыкального инструмента Лере преподнесли коляску, чтобы посетить представление с большим комфортом. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Сейчас она в процессе лечения и не может передвигаться самостоятельно. Главврач Химкинской областной больницы пообещал оказывать семье всяческое содействие. За вами закреплен персональный врач, который будет оказывать все содействия и помощи, консультировать. Это Туэра Николаевна. Телефон возникает. После ухода гостей Лера занялась распаковкой подарков и даже попробовала сыграть на новом инструменте. Субтитры создавал DimaTorzok